Джон Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне в семье бизнесмена и политического деятеля Джозефа Патрика Кеннеди и Розы Элизабет Фитцжеральд Кеннеди, занимавшейся благотворительностью. Своё имя мальчик получил в честь деда, Джона Фрэнсиса Фитцжеральда, который был мэром Бостона и считался одним из самых красноречивых политиков страны. Джон стал вторым наследником в семействе, но далеко не последним, родители в итоге воспитывали 9 детей. Ребенок много болел и рос довольно хилым, он даже мог умереть от скарлатины в раннем детстве. Да и в школьные годы ученик большую часть времени проводил на больничной койке. Однако при этом Джон не избегал спорта, любил играть в бейсбол и баскетбол, увлекался легкой атлетикой. В старших классах Кеннеди имел репутацию неорганизованного и несерьезного воспитанника, который ведет себя вызывающе и по-бунтарски. Из высших учебных заведений в биографии студента значится Гарвардский университет, Лондонская школа экономики и политических наук, Принстонский университет, но из-за постоянных болезней с первого раза он не окончил ни одно из них. Молодому человеку в свое время даже поставили диагноз лейкемия, во что он не поверил и оказался прав. Позднее Джон вновь подался в Гарвард и на этот раз отнесся к учебе со всей серьезностью. Он увлекся политологией и историей, преуспел в студенческих обществах, продолжал активно заниматься спортом. После получения диплома Кеннеди отправился изучать право в Ельский вуз, но началась Вторая мировая война, и воспитанный на патриотизме и самопожертвовании парень пошел в армию. Из-за плохого здоровья его могли не принять вооруженные силы, но кандидат в солдаты чуть ли не единственный раз в своей жизни использовал авторитет семьи, чтобы решить вопрос. Причем парень не собирался отсиживаться в управлении, а стремился участвовать в военных действиях. В молодости он попал на Тихоокеанский флот в качестве офицера быстроходного торпедного катера, где сражался против японской армии. Существуют подтвержденные исторические факты, что в боях Кеннеди проявил героизм, о подвигах его команды писали в газетах, а сам Джон был удостоен множества военных наград. Демобилизовали его ранее положенного срока из-за усугубившегося состояния здоровья, воин подхватил малярию, получил тяжелую травму спины, был ранен в боях. Вскоре после увольнения из вооруженных сил бывший солдат занялся журналистикой, но потом согласился на уговор отца и окунулся в политическую жизнь страны. Он вошел в палату представителей США вместо конгрессмена Джеймса Майкла Керля. С 1947 по 1953 годы Кеннеди представлял округ Бостон в качестве конгрессмена от Демократической партии. Джон работал членом комитета по вопросам образования и трудовых отношений палаты представителей. Далее выходец из многодетной семьи стал сенатором, одолев главного конкурента Генри Лоджа. На этом посту он запомнился прежде всего отказом порицать сенатора Джозефа Маккарти, обвиненного в антиамериканском поведении, так как тот работал вместе с его родным братом Робертом Фрэнсисом Кеннеди. Впоследствии функционер сказал следующее, я выполнил обычную для политика норму ошибок. Случай с Джо Маккарти. Я оказался в проигрышной ситуации. Мой брат работал на Джо. Я был против этого, я не хотел, чтобы он работал на Джо, но он хотел. И как, черт побери, я мог встать и осудить Джо Маккарти, когда мой собственный брат работал на него. В 43 года Джон Кеннеди как кандидат от Демократической партии победил на президентских выборах и стал первым католиком, возглавившим США, к слову, именно во время той предвыборной кампании прошли первые в истории теледебаты между претендентами на пост. Многие оппозиционеры утверждали, что победа досталась Кеннеди потому, что он очень эффектно выглядел на экране. Всю государственную зарплату Джон пожертвовал на благотворительные нужды, а основой его правления стал слоган «Думайте не о том, что может дать вам страна, а о том, что вы можете дать ей». Внутреннюю политику главы государства нельзя назвать однозначно удачной. Изначальный подъем экономики сменился застоем, сопровождавшимся самым резким падением акций на бирже со времен страшного краха 1929-го, Великой депрессии. Народный избранник сумел снизить уровень безработицы и понизил цены на нефть и сталь, но из-за этого ухудшил отношения с промышленниками. В то же время именно благодаря Джону были предприняты серьезные шаги по нормализации расового вопроса и уравнению чернокожих в правах с белыми. А гонка с СССР за освоение космоса привела к началу масштабной программы «Аполлон». Интересно, что Кеннеди предлагал генеральному секретарю Никите Хрущеву объединить усилия в этом направлении, но получил отказ. Внешнюю политику при 35-м президенте можно охарактеризовать относительным улучшением в отношениях с Советским Союзом. Так, в октябре 1963-го чиновник одобрил продажу СССР зерна на сумму в 250 миллионов долларов, что помогло советскому руководству справиться с последствиями серьезного неурожая. Одновременно при Джоне Кеннеди было много напряженных конфликтов, из которых самыми известными являются Карибский и Берлинский кризисы, а также неудачная высадка солдат в заливе свиней с целью свержения правительства Фидели Кастро. Параллельно демократ основал Союз ради прогресса, который весьма серьезно помог странам Латинской Америки в экономическом плане, инициировал подписание трехстороннего договора между Советским Союзом, США и Великобританией о запрещении испытаний ядерного оружия и собирался выводить войска из Вьетнама. Эскалация военных действий произошла уже при его преемнике Линдоне Джонсоне. Личная жизнь Джона изменилась за 10 лет до его смерти. В 36 лет он женился на журналистке и светской львице Жаклин Кеннеди, в девичестве Любувье, с которой встречался чуть менее года. В последствии жена политика стала одной из самых популярных женщин Америки и настоящей законодательницей мода. Трудно судить, насколько этот брак был счастливым, так как буквально накануне женитьбы у гослужащего был роман со шведской девушкой Гунилой Фон Пост. А ранее народный избранник состоял в любовных отношениях с художницей Марией Пинчот-Мейер, актрисами Джин Тирни и Энджи Диккенсон, а также некой Джудит Кэмпбелл. Последняя заявила о романе с Джоном незадолго до смерти в 1999-м. Также женщина являлась любовницей культового исполнителя Фрэнка Синатра и влиятельного мафиози Сэма Джанконе. Дама познакомилась с политиком во время его предвыборной президентской кампании. Ходили слухи, что Джудит стала связующим звеном между Кеннеди и Джанканой, якобы представитель мафии помог ему победить на выборах. После свадьбы у функционера были как минимум два звездные любовницы, голливудская дива Мэролин Монро, а также легендарная немецкая киноактриса Марлен Дитрих, которая была не только намного старше, но ранее являлась одной из возлюбленных его отца. От Джона и Жаклин родилось четверо детей, правда старшая дочь Эрабелла оказалась мертворожденной, а младший сын Патрик скончался через два дня после появления на свет. Дочь Кэролин Кеннеди стала писательницей и адвокатом, как и Джон Фицджеральд Кеннеди, младший. Он получил прозвище «Сын Америки» и стал мужем Каролин Джин Бесет, популярной в мире моды публицистки. В 1999-м наследник погиб в авиакатастрофе. На 22 ноября 1963 года президент Джон Кеннеди и его жена наметили визит в техасский город Даллас, Когда их машина проезжала по одной из улиц, послышались выстрелы, и несколько пуль попали в лидера нации, который незамедлительно был доставлен в госпиталь. Вмешательство врачей оказалось тщетным, и глава государства скончался спустя полчаса после покушения. Причиной смерти госслужащего стали ранения, несовместимые с жизнью. В перестрелке также пострадал губернатор штата Джон Коннелли и один из очевидцев событий. По подозрению в убийстве Кеннеди был арестован бывший морской пехотинец Лихарви Освальд. Интересно, что задержали его за убийство полицейского спустя 40 минут после смерти Джона, но в ходе расследования он оказался главным и единственным официальным подозреваемым. Поскольку Освальда через два дня застрелил местный житель Джек Руби, ворвавшийся в участок, конкретных показаний этого человека не осталось. Примечательно, что находились люди, которые не имели отношения к делу, однако добровольно признавались в причастности к убийству. Одним из таких стал профессиональный киллер Чарльз Войт Харрельсон, отец голливудского актера Вуди Харрельсона. В 1980-м наемника осудили за расстрел федерального судья Джона Вуда, младшего. Когда преступника задержали, он сообщил, что 17 лет назад находился в Далласе и лично стрелял в Джона. Правда, следствие не нашло никаких обличающих улик по этому делу, да и сам Чарльз позже заявил, что не имеет никакого отношения к смерти Кеннеди. Впоследствии обвиняемого приговорили к двум пожизненным срокам. Убийство госдеятеля до сих пор остается одной из самых больших загадок в истории США. Согласно социологическим опросам, более 60% населения уверены, что либо ли Харви Освальд действовал не в одиночку, либо вообще не имеет к смерти демократа никакого отношения. Существует множество гипотез, от причастности организованной преступности и крупных финансовых фигур до участия в деле ЦРУ и контракт.